Итак, продолжаем. Хабаровск. С 1 апреля стартовал традиционный весенний двухмесячник по санитарной очистке территорий. После зимы город необходимо привести в порядок. Убрать мусор нужно на улицах и во дворах. Мэр краевой столицы поручил управлению дорог и главам регионов в срочном порядке обойти скверы и парки, взять на заметку появившиеся дефекты, чтобы исправить их в ближайшее время. Муниципальные предприятия Южное, Восток и Север займутся уборкой дорог от пыли, песка и мелкого мусора, а также приведут в порядок придорожные территории газоны. Горсвет организует работу по устранению повреждений на линиях наружного освещения улиц. Световые опоры очистят от несанкционированной рекламы и объявлений и покрасят это где необходимо. Во время двухмесячника по санитарной очистке еженедельно будут проводиться санитарные пятницы с участием инженерно-технических работников. Также запланировано провести два общегородских субботника. Они назначены на 22 апреля и 20 мая. А еще весной традиционно пройдут работы по озеленению. В городских парках и скверах высадят почти 800 деревьев. Приглашаем к беседе нашего гостя в студии Василий Иванов, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска. Доброе утро. Доброе утро. Ну, фронт работ внушительный. Мы уже часть задач рассказали, но наверняка это какой-то минимум. Все-таки из года в год это одни и те же работы или есть какая-то специфика, какие-то приоритеты? У нас мероприятие по санитарной очистке и благоустройству озеленению, это, конечно, традиционное мероприятие. Но в любом случае оно у нас делится весной на два периода. Это те работы, которые выполняются в апреле месяце и те работы, которые выполняются в мае. В апреле месяце приоритеты ставятся на то, чтобы подготовиться к ремонтной кампании и к озеленению. Мы усиленно проводим санитарную очистку газонов, площадей, территорий. Дорожная инфраструктура у нас приводится в порядок. То есть убирается тот песок, который у нас высыпан за зиму, это огромное количество. Убираются прибордюрные зоны, помывка, покрытие. И мы потихонечку плавно переходим к ремонтной кампании. Это ямочный ремонт и заливка трещин. Ну и также мы дожидаемся благоприятных положительных температур. Это, как правило, конец апреля, начало мая усиленно переходим в стадию озеленения территории. Ну вот так вот. Этапы двухмесячника мы, в общем-то, сейчас озвучили. Вот уборка территории от мусора. Это такая интересная позиция, поскольку, в принципе, мне кажется, на протяжении всего года каждое предприятие, где-то управляющие компании, ТСЖ должны наводить порядок на своей территории. Почему же так происходит, что нужно дополнительно выделять эти дни, выделять средства на уборку территории? Кто-то просто недобросовестно относится к своим обязанностям или какие-то другие причины? Или это о бесхозных территориях идет речь? У нас в любом случае, все мы прекрасно знаем, что климат суровый и значительные обильные осадки у нас зимой. Под снежным покровом не представляется возможным выявить все абсолютные места, которые у нас подвержены загрязнению и захламлению. Те, которые мы непосредственно видим, в большей мере это несанкционерные свалки, мы, конечно же, их своевременно убираем. Но все равно основной комплекс работ уходит на период, когда у нас сходит снежный покров. Только так можно провести полную инвентаризацию и спланировать работу и ее выполнить. Но каждый должен убрать и привести в порядок свою территорию, которая закреплена за конкретным предприятием, за конкретным товариществом собственников жилья, управляющей компанией. Вот конкретно есть магазинчик, и ему выделена какая-то территория. Обязаны предприниматели заниматься уборкой этой территории? Или все перекладывается на администрацию? У нас в любом случае весь город поделен на территории, которая у нас находится и в государстве, муниципальной, в частной собственности. Ну, обязанность собственника содержать свою территорию никто не отменял. И независимо от периода времени, конечно, он должен принимать исчерпывающие меры по санитарной очистке. И в том числе и в период санитарного двухмесячника. Ага. Что касается несанкционированных свалок, им будет ли уделяться внимание? И вообще, есть ли возможность найти виновников, кто их организовал, и как-то наказать? Несанкционированные свалки и их уборка — это непрерывный процесс. Хотелось бы отметить, что у нас есть положительная динамика. Если мы рассматриваем период за последние три года, то у нас идет снижение несанкционированных свалок. Конечно же, наиболее подвержены этому делу у нас бесхозяйные территории. Но, тем не менее, у нас сейчас взят курс на то, что те места, на которых мы периодически либо на постоянной основе выявляем, они у нас оборудуются системами видеонаблюдения, для того, чтобы можно было выявить, зафиксировать этот процесс и уже передать в работу для привлечения к административной ответственности лиц. А если рассматривать именно конкретно дворовую территорию, обязаны ли управляющие компании ТСЖ включаться в работу и наводить порядок во дворах? У нас в любом случае, в соответствии с жилищным законодательством, ответственные лица — это жилищная организация за содержание и обслуживание общего имущества собственников, а непосредственно придомовая территория — это одна из составных частей общего имущества. Конечно же, управляющие компании, независимо от того, с какого числа начинается в городе Духмечник, они уже заранее приступают к этой работе. Они наводят санитарный порядок во дворах, они приводят в соответствии водоотводы поверхностные, они проводят инвентаризацию детского, спортивного оборудования, малых архитектурных форм и уже планируют эту работу. С 1 апреля у нас начался Духмесячник, мы также эту работу берем под контроль и ее сопровождаем. То есть еженедельно мы проводим срез хода работы. Конечно же, у нас есть определенные результаты, которые мы должны достигнуть к концу Духмесячника. Так, частный сектор. Насколько это проблемная территория и кто там будет заниматься уборкой? На территории города у нас порядка 16 тысяч частных домовладений. Опять же, территория, которая находится в собственности граждан, это их непосредственная обязанность. Но, тем не менее, у нас комитеты по управлению районами проводят исчерпывающую организационную работу. У нас проводятся информационные встречи на территории индивидуальной жилищной застройки. У нас есть уличные комитеты, их более 100 у нас на территории города. Это те активные граждане, которые нам помогают вовлекать население в эти процессы. То есть, конечно же, мы это сопровождаем и снабжаем инвентарем, проводим санитарные пятницы, и люди активно в это включаются. Есть определенные территории, где менее активное население, но такие территории берутся на контроль и уже убираются силами подрядных организаций. Расскажите, пожалуйста, подробнее про мероприятия по озеленению нашего города, поскольку, как только начинаются эти вот работы, это санитарная обрезка, там процедуры омоложения, многие жители начинают волноваться. У нас омоложающая обрезка на территории города уже закончена. Вегетативный период у нас уже начался. Поэтому все работы приостановлены. Мы сейчас ожидаем положительных температур, чтобы усиленно включиться в озеленение. У нас в этом году юбилей. Конечно же, мероприятия по украшению нашего города усилены, увеличены объемы. На территории города будет высажено более 1300 саженцев деревьев. У нас увеличена посадка цветов. Это будет более 600 тысяч цветов. Те декоративные элементы, которые у нас являются вертикальным озеленением, они также будут увеличены. Это и кашпо на опорах, это и балконницы на ограждениях, это и шаровые конструкции. Мы к этому готовы, и уже все мероприятия запланированы. Горзеленстрой в полной боевой готовности. Горзеленстрой — это то предприятие, которое планомерно подходит к своему обязанности. Давайте еще раз напомним о субботниках. Насколько это важное мероприятие, и действительно, насколько силами горожан можно сделать город чище? Общегородские субботники — это способ массового влечения людей. Это способ экологического воспитания людей. Это способ, чтобы каждый собственник обратил внимание и все-таки и на свое имущество, и привел его в порядок. Если только городские службы уберут свою подведомственную территорию, это будет, конечно, вклад, но он будет незначительный. Для того, чтобы привести город к более улучшенному экологическому состоянию, навести эстетику, конечно, нужно, чтобы все были увлечены в это ответственные лица. Но все будет организовано, вывоз мусора будет своевременный, чтобы мешки потом не стояли на дорогах? У нас мешки в любом случае вывозятся организованно. У нас многие предприятия, не дожидаясь субботников, уже выходят на уборку, выставляют мешки. Городские службы уже получили соответствующие задания. Конечно, массовое это явление будет именно в дни субботника за день и суббота и воскресенье. Но мы к этому мероприятию всегда готовимся, усиливаем количество техники, увеличиваем. И уже на понедельник после субботника у нас в городе мешков нет. Ну, мы напоминаем, что всех горожан приглашают присоединиться к субботникам, которые пройдут 22 апреля и 20 мая. Есть возможность все вместе, дружно подготовить наш любимый город к юбилею. Василий Николаевич, спасибо большое за эту информативную беседу. Я думаю, за небольшое время мы выдали много информации. Но прежде всего, вновь напомним о том, что начинать нужно с самих себя. Давайте следить за нашим городом. Это тоже наш дом, в котором мы живем и каждый день выходим на улицу и наслаждаемся его красотой. Василий Иванов был у нас в гостях, начальник управления ЖКХ и эксплуатации Жилищного фонда администрации Хабаровска.